Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина, и обзор азиатской сессии от 22 мая. Торги в регионе прошли сегодня под влиянием сразу нескольких противоречивых факторов. На их фоне акции Японии и Китая выросли, а фондовые индикаторы антиподов упали. Осторожность рынков Австралии и Новой Зеландии отражает в основном настроение Уэлл-стрита и перспективы действий американского регулятора. И здесь наметились определенные перемены. Глава Федрезерва США в своем выступлении в конце прошлой недели допустил возможное смягчение истребиной политики. В том ему прозвучали и комментарии главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, также заявил, что готов пропустить повышение ставки на следующем заседании регулятора в середине июня. Напомним, что раньше многие спикеры Центробанка, как и сам глава ФРС, не раз ее повторяли другую, более категоричную формулировку. Они высказывали готовность повышать ставку для борьбы с высокой инфляцией, пока работа не будет сделана. Выступление Джерома Пауэлла в прошедшую пятницу никаких прямых заявлений о будущем ставки не содержало. Однако он допустил, что риски между опциями «делать слишком много» и «слишко мало» стали более сбалансированными. Так что даже такая смена тональности была воспринята рынками как «голубиный намек». Но главную тревогу на мировых рынках вызывают сегодня переговоры о потолке госдолга Соединенных Штатов. Очередной их этап прошел в минувшие выходные. И несмотря на оптимистичные заверения президента США и главы республиканского большинства накануне, никакой договоренности достигнуто так и не было. Все закончилось тем, что переговорщики и республиканцы покинули встречу. Так быть или не быть первым в истории США дефолту, похоже, обе стороны рассматривают ситуацию как репетицию будущих президентских выборов. Если они серьезно уступят сейчас, то это будет означать поражение в президентской гонке. Кроме того, переговоры о потолке госдолга никогда не проводились при уровне долга около 130% КВВП. Поэтому республиканцы настаивают на сокращении расходов. А президент считает, что эти действия совершенно неприемлемы. Без решения вопроса о потолке госдолга правительство Соединенных Штатов может подвергнуть глобальную финансовую систему шоку уже 6 июня, если не раньше. Переговоры между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей возобновятся сегодня вечером, но их влияние сказалось уже утром на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и его основных валютах. Так, доллар США начал понедельник с небольшой оборонительной позиции. Вблизи отметки 103,2 пункта цена американца по индексу корзине 6 аналогов находится в консолидации внутри дневного диапазона 102,90-103,20. Как вы видите на графике, Greenback ушел в крутой эпике в пятницу сразу после выступления Джерома Пауэлла, а после открытия новой недели доллар США несколько откорректировал свое падение. Однако до своих многонедельных максимумов на уровне 103,6 пункта он все-таки не дотянул. Хотя глава Федрезерва также заявил, что инфляция все еще намного выше целевых 2%. Но Greenback все же продолжает давить ожидания паузы поставки. Однако следует учесть и другой фактор влияния. Банковский кризис США перевел условия кредитования в более жесткие рамки. Теперь американские банки сами ограничивают выделение ликвидности в экономику. Снижение объемов денежной массы автоматически поднимает стоимость денежной единицы, то есть американского доллара. Для японской иены падение американской валюты в конце прошедшей пятницы имело обратный эффект. В результате она смогла укрепиться к уровню в 137,5 иены за доллар США. Правда, удержать свою маленькую победу она все-таки не смогла. И в понедельник пара снова протестировала сопротивление выше круглой психологической отметки в 138 иен за доллар. А дальше мы наблюдаем некоторую консолидацию внутри ценового диапазона между уровнями в 137,5 и в 138 иен за доллар. И если раньше иену поддержало падение акций Уолл-стрит после паузы в переговорах по госдолгу США, то сейчас этот импульс тоже замер в ожидании развития событий. Но если склонность рынка в Криску продолжит снижаться, можно ожидать дальнейшего падения доллара по отношению к иене. В течение дня пара может снова протестировать поддержки на уровнях 137,60, 137,30 и даже 137,00. Ближайшее сопротивление находится на линии 138,20, а иена рискует снова попасть под продажи на возможном ралли. Для австралийского доллара, похоже, никакой альтернативы, кроме падения, на сегодня не припасено. Глобальное настроение рисков снижается, нефть колеблется между ростом и падением, а в азиатском регионе Народный банк Китая сохраняет свои базовые ставки без изменений. Для ОЗИ, который часто используется в качестве ликвидного заменителя юаня, такое решение китайского регулятора стало еще одним поводом для слабости. Поэтому его курс к доллару США достиг в начале торгового понедельника внутри дневного минимума около отметки 0,6629. Однако стоит отметить, что австралийц отскочил от самых низких уровней на отметке 0,6607, на которых он держался в конце прошлой недели. На торгах в Азии он даже немного восстановился в область котировки 0,6637. Теперь ближайшее сопротивление ждет ОЗИ по линии 0,6680. Однако внутридневной диапазон 0,6628 и 0,6670 проходит все-таки на падении, поэтому наиболее вероятным движением пары станет, скорее всего, снижение в сторону ближайшей поддержки по линии 0,6620. И в любом случае день на валютных рынках предстоит очень волатильный. Для новозеландского доллара главным фактором роста в последние несколько сессий стало завтрашнее решение Центробанка страны по монетарной политике. Киви сохраняет бычий настрой еще с прошлой недели, так как трейдеры готовились к очередному повышению ставки в среду. Годовой уровень инфляции в Новой Зеландии, хотя и снизился до уровня в 6,7% в первом квартале 2023 года, но все еще очень далек от целевых 3%. Поэтому новозеландец после небольшого снижения в начале понедельника снова перешел к росту в ценовом коридоре 0,6265-0,6294. В результате на торгах в конце азиатской сессии курс Киви к доллару США поднялся к отметке 0,6284. Однако дальнейшее движение пары сегодня целиком будет зависеть от настроения по американцу. Поэтому не исключен новый разворот пары в американскую сессию. Сегодня, несомненно, основное внимание будет сосредоточено на переговорах американских властей по лимиту госдолга. Однако, с точки зрения публикации данных, день предстоит относительно спокойный. В то же время предстоящая неделя будет напряженной. Выйдет множество экономических отчетов и комментариев от мировых центральных банков. Оставайтесь в курсе всех важных событий. И в этом вам помогут наши видеообзоры на ИнстаФорекс ТВ. А наш выпуск по итогам азиатской сессии на этом завершен. Всем хорошего понедельника и торговой недели. Увидимся в следующем видео. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!